У России снова проблемы в отношениях с союзниками. Китайские банки ужесточают ограничения для России после новых санкций США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В декабре американский Минфин заявил, что наложит вторичные санкции на банки, которые содействуют заключению России сделок по закупке оборудования, необходимого для военных целей. После этого, по данным издания, как минимум два банка КНР начали проверку своих клиентов в РФ, а также нероссийских клиентов, ведущих бизнес в РФ или перевозящих критически важные товары в Россию через третьи страны. Также банки КНР готовятся разорвать связи с клиентами из санкционного списка и прекратить предоставление каких-либо финансовых услуг российскому военному сектору. В самом Китае информацию Bloomberg пока не подтверждали. В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос по ситуации с китайскими банками. Он ответил журналистам, что Кремль не занимается финансовыми операциями. Не только китайские, но и турецкие банки ограничили свое сотрудничество с РФ из-за новых санкций США. В связи с этим в последнее время возникли проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию, сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на источники в банковской сфере Турции. Новое постановление Управления по контролю за иностранными активами Минфина США запрещает банкам посредничество с РФ фактически во всех сферах, кроме продуктов питания и медикаментов. Они могут трактоваться как помощь военным усилиям из-за широких формулировок. Банки ждут дополнительные разъяснения. Некоторые турецкие экспортеры уже столкнулись с отказом банков на денежные переводы из России за поставленные товары. Напомним, после введения западных санкций российские компании начали закупать телекоммуникационное оборудование и микрочипы для производства систем вооружения и дронов через посредников Китая, Марокко и Турции. Похоже, из-за угрозы вторичных санкций лавочку придется прикрыть.